До отключения аналогового телевидения осталось 5 дней. Об этом напоминают в нацсовете. Сначала обычные антенны перестанут принимать сигнал в столице и Кропивницком, а с сентября по всей Украине. Готовы ли к этому зрители и что должны знать, чтобы вовсе не остаться без телевидения? Елена Зорина, подробнее. Берем черный пульт, включаем верхний червонок ног. Ага, вот показал. Далее написано, берем белый пульт и включаем верхнюю червоную кнопку. И это еще не все. Вот треба нажать на кнопку видео. Вот. Наталья Корнеевна не стала ждать осени, пока перестанет показывать ее обычная антенна. По инструкции, написанной мужем, потихоньку изучает Т2-тюнер и уже смотрит цифровое телевидение. Хотя, признается, компьютер освоить было проще. Мы поставили себе Т2-тюнер, потому что с каждым днем был все хорошее и хорошее сигнал. И по одному каналу просто отпадали. Это тоже не панацея. Если плохая погода, если грим, дождь, блеск, почему-то сигналы тоже пропадают. Сигнал в разных регионах и областях действительно может быть пока. Нечетким признаются эксперты. Все зависит от количества установленных передатчиков. Но это только начало реформы. Улучшать и развивать сеть будут. Мы получаем информацию, что в некоторых районах люди не видят цифровое телевидение. И, конечно, после того, как процесс завершится и аналог будет отключен, по обращениям зрителей мы будем, соответственно, видеть, где цифровое телевидение пока недоступно и каким образом вообще можно менять эту сеть. Киев и Кировоградская область первые в очереди на отключение аналога. Потом вся Украина. Дедовские антенны решили в нацсовете будут показывать, как прежде, пока в приграничных областях. В остальных еще год будет сигнал одного-двух каналов и местные. Хотите видеть больше, придется потратиться купить цифровой тюнер, спутниковую тарелку или подключиться к интернет-телевидению. Украина, как государство, должна была вымкнуть эфирный аналог вымолвение в 2015 году. Будет единая константа, это территория покрытия для телеканалов. И они уже в этой территории будут конкурировать между собой заглядача. И каналов больше станет в цифре. Цифра показывает минимум 32. Чтобы она была доступнее, в нацсовете просят помочь тем людям, кто не в состоянии самостоятельно купить тюнер. Ведь для стариков, к примеру, это треть пенсии. Сегодня я подписал листы до Кабинета Министров с предметом, все же таки продумать и обратиться к уголю местных государственных администраций, для того, чтобы наиболее люди могли отримать от государства эти тюнеры. Потратиться на тюнеры или другое оборудование нужно будет почти 5 миллионам украинцев. Именно столько по статистике пока что смотрят аналоговое телевидение. В основном это жители сел и рейд-центров. Стать зрителем цифрового, спутникового или интернет-телевидения – выбор за вами. Главное – определиться, ведь времени до отключения аналога осталось совсем мало. Елена Зорина, Ольга Поломарюк, Любовь Кукла, Евгений Каминский. Подробности – телеканал «Интер». Редактор субтитров А.Семкин